Сегодня в доме офицеров городского поселения Монина проходит отчет главы поселения. Михаил Зубков отчитывается о проделанной работе в 2017 году. Избранный в сентябре прошлого года новый глава поселения в момент вступления в должность принял бюджет муниципального образования с 60-миллионным дефицитом и вынужден был основные свои усилия в работе направлять на преодоление этой ситуации. Михаил Зубков отметил, что постоянный мониторинг налоговых и неналоговых поступлений позволил своевременно принять необходимые меры по мобилизации доходов в бюджет и снизить его дефицит. Доходы бюджета городского поселения за прошлый год в сравнении с предыдущим увеличились на 15%, всего поступило 119 миллионов рублей. Налоговые доходы увеличились на 28%. Налоговые доходы в 2017 году сложились из следующих поступлений. Это земельный налог 25,74 миллиона рублей. Налог на имущество физлиц это 3,88 миллиона рублей. НДФЛ налог на доходы физических лиц 50,16 миллионов рублей. Акцизы под подакцизным товарным продукцией реализуемой на территории Российской Федерации. Это затопливо пропорционально протяженности наших дорог 2,712 миллионов рублей. Доходы от использования муниципальной собственности рост составил на 1,4%. Городское поселение Монина было включено в следующие государственные программы Московской области на период до 2021 года. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса «Культура Подмосковья». В рамках этих программ городскому поселению выделены делишные средства в размере более 328 миллионов рублей, которые были использованы на проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инженерной инфраструктуры поселения, на ремонт культурно-досугового центра «Дом офицеров», на капитальный ремонт и установку объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, а также на ремонт автомобильных дорог, общего пользования, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и на другие необходимые для развития Монина цели. Были также приняты решения по оптимизации целого ряда затрат. После вступления в мою должность мы были приняты, те решения, которые должны были приняты в Монинской администрации еще в течение предыдущего года, 2017-го. То есть мы были вынуждены заградить, провести оптимизацию бюджетных учреждений муниципальных. Соответственно, был сокращен административно-хозяйственное управление 24 человека. Михаил Зубков отметил, что в 2017 году произведено комплексное благоустройство четырех дворовых территорий, а на 2018 год запланировано благоустроить еще пять. Установлено восемь детских игровых спортивных площадок и в том числе две по программе губернатора Московской области. В целом жители одобрили работу, проведенную новым главой поселения в 2017 году. Вот на сегодняшний день я уже смотрю, начинает этот стадион регби заниматься. В плане стоит бассейн. Это вот каким образом его будет делать, пока я еще не могу сказать. Но то, что уже о нем задумались, это хорошо. Для населения у нас тут 22,5 тысячи молодежи. Надо где-то, ну чем-то занимать, надо, чтобы они делом занимались. В 2017 году произошло переименование молодежного центра просто крылья в молодежно-спортивное патриотическое действие с ликвидацией КСК «Локомотива». За что спасибо администрации, что эта процедура прошла безболезненно. Михаил Зубков в своем докладе также отметил, что оптимизация структуры подведомственных учреждений и жесткий контроль за использованием финансовых средств позволили уменьшить расходы бюджета в 2017 году по сравнению с 2016 на 15 миллионов рублей. Андрей Циханович, Стас Беляев, телерадиокомпания «Щелково».